Флэшбэки из деревни Шимацуки, связь Куины и Зоро, Энма, король преисподней, пробуждение, королевской воли Зоро, обещание, данное своим Накама, в сегодняшней главе. Контентику заказывали? Просто дай взглянуть на него! Та-та-дам! Здарова, Хани Нахаток, Намнами Нахату на связи. Перед просмотром ролика хочу поблагодарить всех спонсоров на ютубе и на бусте. Всем мужикам 2021 и не только мужикам, предлагаю не забывать, какие они молодцы. Всем пожимаю крабиков! Ролик выходит сегодня утром и без покрашенной манги, потому что, к сожалению, завтра я не смогу заниматься полной подготовкой в цвете, чтобы выпустить в первой половине дня. На этой неделе в общем и целом. Так, следующую 1034 главу, которая выйдет без перерыва, думаю, будем снова красить, и выйдет она в пятницу. Сегодня небольшое исключение, но глава ждет топовая. У нас вообще эта неделя вышла полностью зараджуровая. Теперь перейдем к 1033 главе, название которой Шимацуки Казабуру. На обложке Ташиги и Смокер играют с пингвинами на замороженном острове. Ташиги – злодейка, которая сдается с белым флагом. Она носит шляпу акулки. Пингвины – герои, которые побеждают Ташиги. Один из них находится сверху Ташиги с картонным мечом. Смокер сидит на заднем плане и ничего не делает, а пингвин испуганно смотрит на него. Голова начинается за пределами замка Анигашима, где Зоро и Кинг продолжают сражаться. Зоро ругается на Энму за то, что он вышел из-под контроля без его разрешения, а затем ему удается отвезти Хаки назад. Рука Зоро возвращается к прежнему нормальному размеру. Кинг использует этот шанс, чтобы прыгнуть на него, но внезапно останавливается перед Зоро, ничего не предпринимая. Зоро удивлен, но наносит удар своим Сандайки Тетсу в живот Кинга. Однако атака никак не вредит ему. «Ты попал в правильное место!» – говорит Кинг. «А?» – не понимает Зоро. Внезапно, там, где они находятся, раздается огромный взрыв. Переход к кварталу красных фонарей. В башне левого полушария Купола Черепа. Санджи так сильно ударил Квина, что тот пролетел через несколько комнат. И теперь он просто возвращается к Сандже. «Своим пешком!» Смеется Квин. «Ты только что звонил охотнику на пиратов? Этот парень не сможет победить Кинга! Кинг – последний выживший из вымершей расы Лунарии. Это чудовищная раса, способная выжить в любых природных условиях. Вот почему в древности люди называли их богами!» «Если они такие крутые, какого хрена они вымерли?» – спрашивает Санджи. «Иди сам спроси у него!» – кричит Квин. Пока Квин орет это, мы видим, как он открывает рот, чтобы выстрелить лазерным лучом в Санджи. Нас снова переносят обратно. Зоро покрыл себя волей вооружения как раз вовремя, иначе он был бы уже мертв. Кинг находится перед ним, он невредим, несмотря на то, что только что подорвался. Зоро снова атакует его. Проводит свою атаку Маримо. Зоро снова атакует Кинга в упор, но не наносит ему никаких повреждений. Кинг, не отрываясь от земли, превращается в форму Птернадона, и снова хватается за гребень своей башки, чтобы атаковать Зоро в упор с помощью Темпура Удон. Зоро обнажает мечи, чтобы противостоять атаке Кинга, но Энма теряет контроль и снова начинает поглощать в волю Зоро. Подожди, Энма! Кричит Зоро. Ты опять делаешь это в неподходящий момент! Темпура Удон! Гордая императорская куница. Не успокаивается Кинг. Зоро не успевает увернуться, и частично попадает под эту технику. Атака разрушает часть острова Анигашима. После этого Зоро отбрасывает все свои три меча. Ох, мечник, который выбрасывает свои мечи! Злорадствует Кинг. Я впервые вижу что-то подобное! Зоро прыгает, чтобы схватить один из своих мечей. Сандай Китетсу! Кричит Зоро. Пока он находится в воздухе, вспоминает разговор, который он вёл с Хитетсу об этом мече. Ты владеешь Сандай Китетсу? Спрашивает Хитетсу. Это одно из моих творений. Что, правда? Удивляется Зоро. Также он помнит, как он получил этот меч в локтаун. Этот меч проклят! Говорит Зоро. Ты что, глупец? Я не могу продать тебе этот меч. Отвечает Ипон Мацу. Если ты умрёшь из-за этого клинка, это будет на моей совести. Я всё же заберу его. Обрывает Зоро. Кинг подлетает к Зоро и бьёт его огненной атакой, которая разбивает мечника. Он был сильно ранен, но Зоро встаёт, чтобы схватить ещё один из его мечей. Ха, ты не упал! Говорит Зоро. Я рад, что с тобой всё в порядке! Вада и Чимонжи! Теперь Зоро вспоминает момент, когда он получил меч Куины. Сенсей, можно мне её меч? Полагаю, что да. Отвечает Кёшера. Я сдержу обещание за нас обоих. Я собираюсь стать таким великим мастером меча, что моё имя будет известно даже на небесах. Затем Зоро вспоминает другую часть своего разговора с Хитетсу. Видишь ли этот белый клинок? Вада и Чимонжи и Энма. Объясняет Хитетсу. Оба были созданы одним и тем же человеком, кузнецом Шимацуки Казабуро. После Зоро объединяет информацию о происхождении своих мечей. В тот раз я не мог думать об этом, потому что всё шло слишком быстро. Но почему меч Вано попал в Эстблю? Кинг находится в воздухе и атакует Зоро с помощью новой техники под названием Боризудон. С помощью которой он запускает взрыв ударных волн, взмахивая крыльями. Зоро блокирует атаки, затем берёт Энму. Но Энма снова начинает высасывать его хаки. Кинг подходит к Зоро и бьёт его одним крылом. Зоро блокирует атаку, но земля под ним ломается, и он падает в область внутри замка. Пока он падает, вспоминает разговор, который он вёл с Мамоноски. Сраджура, мне говорили, что нельзя употреблять слово Суначчи! Объясняет Момо. Это просто то, что мне сказал старик из моей деревни. Отвечает Зоро. Я нигде раньше этого не слышал. Зоро вспоминает, что он никогда не знал имени того старика, который всегда был на берегу. Когда тот скончался, Зоро узнал, что этот старик был дедушкой Куины. Мы видим фотографию Куины с отцом, плачущей по дедушке. Зоро снова вспоминает свой разговор с Хитетсу. Кузнец Шимацуки Казабуро. Говорит Хитетсу. Он нарушил законы и покинул эту землю более 50 лет назад. Нам показывают флэшбэк, действие которого происходит 13 лет назад в деревне Шимацуки. Издблю. После очередного поражения Куине, Зоро отправляется на побережье, чтобы продолжить тренировки. Там находится старик, которого вспомнил Зоро. Шимацуки Казабуро. И он учит Зоро слово Суначи. Зоро спрашивает старика, был ли он когда-то самураем. Поскольку все в Дадзё говорят об этом. Казабуро велит ему ничего не говорить об этом. Иначе за ним придет морской дозор. Затем он велит Зоро развернуться и проваливать. Маленькая голова-трава показывает старику язык и уходит, чтобы продолжить свои тренировки. Тебе скучно в Дадзё? Спрашивает старик. Я снова проиграл Куине. Отвечает Зоро. Так что я должен продолжать тренироваться усерднее. Казабуро дает два тренировочных мяча. Зоро в шоке и говорит ему, что у него нет денег, чтобы заплатить за них. Старик отвечает ему, что в этом нет надобности. Эти мячи единственное, что я могу сделать для тебя сейчас. Говорит старик. Используй их для практики. Помни, мечи это смертельное орудие, созданное, чтобы убивать людей. Кузнецы создают мечи, чтобы забрать как можно больше жизни. У каждого меча есть своя индивидуальность, которую мечник должен покорить. Опасные мечи зовут проклятыми. Глупость. Проклятые мечи это просто мейто, которых боятся слабаки. Вот почему они называют их проклятыми. Меч страшен просто потому, что выполняет свой долг, для которого он и был создан. Тот меч, который я создал в молодости, был шедевром моей жизни. Это был меч, который так серьезно относился к выполнению своего долга, что я дал этому мейто имя. Король преиспутний. Нас возвращают в настоящее. Зоро лежит на земле с удивленным лицом. Он наконец все понимает. Король преиспутний? Так это ты, Энма? Название моей деревни Шимацуки? Значит это все-таки не совпадение? Зоро вспоминает, как дети деревни Шимацуки сказали, что деревня была основана пиратами давным-давно, по словам их бабушек и дедушек. Затем он снова вспоминает слова Хитетсу. Итак, этот старик, который был самураем Вано, рассуждает Зоро. Он был кузнецом Шимацуки Казаборо. Дальше он вспоминает другие слова старика. Мейто всегда наблюдают за людьми и выбирают себе мечника, которого сочтут нужным. Зоро также помнит слова ипона Мацу в Локтаун. Меч сам выбирает своего владельца. Зоро смотрит на Энму, прижатую к земле. Несмотря на то, что он не был в его руке, меч все еще активен. Восвобождает дым. А рука Зоро все еще подвержена поглощению Хаки. Итак, наконец-то появился меч, который избрал меня. Говорит Зоро. И полностью мне подходит. Зоро хватает Энму, а его рука возвращается к нормальному размеру. Кинг уже приблизился вплотную. Это правда, что у меча нет злой воли по своей природе? Значит, моей силы все еще недостаточно. Может быть, Одан мог с легкостью сражаться? Даже несмотря на то, что воля постоянно покидала его? Это правда, Энма? Некоторые подчиненные Кайдо приближаются к этому месту, чтобы помочь Кингу. Эти глупцы считают, что если они победят Зоро, то получат повышение. Зоро продолжает думать. Что мне делать, чтобы стабилизировать свою волю? Если я позволю высвободить столько Хаки, это может в конечном итоге забрать мою жизнь. Внезапно изо рта подчиненных пиратов-зверей начинает течь пена, и они падают в обморок. Нет! Выкрикивает Зоро. Это хорошо, и нужно еще больше. Теперь Зоро стоит перед Кингом, и все его три меча покрыты черным светом и дымом. Понятно. Так ты тоже владеешь королевской волей. Замечает Кинг. Зоро вспоминает слова, которые сказал ему Луфи, когда Зоро согласился присоединиться к его команде. Величайший мечник в мире? Это здорово! Потому что твоим капитаном будет король пиратов. На меньшее я бы и не согласился. Зоро отвечает Кингу с улыбкой и вызывающим видом. Да, у меня есть обещание, которое я дал своему капитану и моему лучшему другу. На этом глава заканчивается. Вот оно, дух и решимость нашего Мариму в деле. Вот это я понимаю, достойный ответ жареной птицы. Но все по порядку. Вначале нам показывают, что ситуация у Санджи под контролем, и там все протекает своим чередом. Мне очень понравилось, как Санджи подколол Квина тем, что спросил. Так раз твой Кент такой мощный и принадлежит неистребимой расе, почему же тогда они вымерли? Как же так вышло-то? В ближайших главах наверняка нас будут кидать со сцены на сцену между Санджи и Зоро. До их полной победы. Прежде чем перейти к финальному боссу, развязка совсем близко. Ждем разрешения всех ситуаций. Далее главные новости главы. А именно, флешбеки от деревни Шимацуки в Истблю. Наконец, голова-трава смогла упорядочить все свои мысли и воспоминания, а после сопоставить факты. Теперь мы знаем о непростом дедушке Куины, который внес немаленький вклад в нашего Накама. Наконец, мы узнали, откуда Зоро нахватался локальных выражений из страны Вано. Хорошую речь задвинул Казабура о том, как недостойные мечники или просто слабые люди называют легендарные клинки. Проклятый меч. Классно подмечено, что меч это лишь инструмент, тем более созданный лишь для одной цели. И лучшие среди Мэйто становятся таковыми только потому, что всего лишь хотят выполнить свой долг на максимум. Истинное имя Энмы. Король преисподней. Это, конечно, вышка. Я прям намазывал от наслаждения позавчера, когда вчитывался в момент, где Зоро говорит «Наконец меня выбрал клинок, достойный меня». Очень крутой момент. И самое главное, что будучи в тяжелой ситуации, когда вроде Хаки высвобождается больше, чем может выдержать сам Зоро, подобно Луфи, в его тренировках с Рейли, где тот не мог удерживать техники в четвертом гире, по итогу пришел к выводу, что нужно не ослаблять напор, а наоборот поднажать еще больше и приумножить свое превозмогание. Зоро также не стал сдерживать свой поток, а наоборот раскрыл его на максимум в данный момент. И теперь он пробудил свою королевскую волю. Мысли и дух концентрируются и собираются в кучу. Теперь с новым настроем Зоро покажет, кто такие наши Накама из Истблю. Жалко, конечно, лунарианцев. И так курочки вымерли, последнего берегли. Остался одинешенька. Ну что ж, помянем пацана. Он сделал все, что мог. И напоследок, что именно сделало эту главу для меня? Дух One Piece тут присутствовал на максимум. В той финальной фразе и воспоминаниях Зоро, где он давал обещание Луфи больше не проиграть и стать сильнейшим мечником мира. А самое главное, сдержать обещание, данное своей подруге. Зоро унаследовал ее волю и пронесет ее в себе до конца. До тех пор, пока не будет признан в мире и имя его не будет известно даже на небесах. За это главе выдаю 873 триллиарда курочек гриль из 10. Ничего не знаю. Дух и настрой поднят. Грядут большие перемены. Дань их рукой подать. Так что оценка данной главы именно такая. Как раз не отходя от кассы, в плане того, что сегодня многое было связано с раскрытием Зора и его высвобождением воли, в субботу или воскресенье я опубликую ролик по королевской воле и по всем видам в принципе. Находясь в медиапространстве, я слышу со всех сторон от гениальных аналитиков мира One Piece про КВВВ, ББПП и так далее. И насколько же сильно переоценка данной способности уже прям вываливается изо всех щелей. Нужно немного объяснить весь принцип работы и для каких целей было введено подобное. О том, что Ямато никаким боком не является бойцом выше Кинга и прочих топов, благодаря наличию королевской воли. Я разложу по полочкам и по фактам и покажу логические дыры в рассуждениях, противоречащих самим себе среди садоводов уровня третьего Б. Где они апеллируют в своих рассуждениях цифрками, выдуманной магической КВВВБПП. Это конечно моё почтение. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот и другие ролики по One Piece. Спасибо тем, кто был на ролике от начала и до конца. Оценивай видос лайком и вступай в наш дискорд Пиратская Бухта. Наш сервер уже вышел на новый уровень. Если есть желание и возможность, поддержи канал на Бусти. Это делает аниме-моречку счастливее. Покорим же все моря и станем королями вместе. До скорых встреч. Компресс.